Снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня у нас хорошая погода, я решил записать видео о собеседованиях в Японии. Как проходить, как находить и что нужно знать про них. У меня на канале уже есть видео о собеседованиях, но оно довольно старое и я хотел бы немного дополнить его. Начнем с того, как же искать работу. Как я уже говорил, до этого один из лучших вариантов искать работу через сайты трудоустройства это LinkedIn, Dijob и тому подобное. Там очень много рекрутинговых компаний, которые могут вас пригласить на собеседование, если у вас хорошее резюме. Либо вы сами можете им написать. Сначала создаете резюме на английском или на японском языке, но лучше на обоих. Загружаете туда, вам звонит человек или пишет человек из рекрутинговой компании и уже приглашает вас на собеседование сначала в рекрутинговой компании. Для того, чтобы уточнить некоторые детали по вашей профессии, чтобы понять, что вы умеете, что вы не умеете, какую работу вам лучше подыскать. Ну и заодно сразу он вам предложит несколько вакансий на выбор, которые на данный момент у них есть. Опять же сразу скажу, что данная процедура регистрации и выбора вакансий абсолютно бесплатна. И соискатель вообще не должен ничего платить для того, чтобы воспользоваться услугами рекрутинговой компании. Если же с вас требуют деньги, то лучше поискать уже другую компанию, потому что не факт, что они вам найдут эту работу, а деньги они с вас уже собрали. И это уже минус. Большинство компаний в Японии, но, насколько я знаю, никто не берет денег. Но, может быть, какие-то есть другие компании, такие ушлые, которые собирают даже за регистрацию. Поэтому будьте аккуратны в этом плане. Итак, вот вы пришли в рекрутинговую компанию. Там вам подскажут, как лучше написать свое резюме, какие-то еще дополнения, может быть, попросят, чтобы вы добавили. А также начнут с вами беседовать на тему плана для собеседования. Это очень важная вещь, потому что перед тем, как идти на реальное собеседование с компанией, вам нужно потренироваться с рекрутинговыми компаниями, с вашим менеджером. И по этому плану пройтись прям досконально. Какие особенности прохождения собеседования? Вот вы потренировались насчет плана. И теперь я расскажу немного про этот план собеседования и про ваше первое собеседование в компании, в японской компании. Ну, я на примере японских компаний буду рассказывать, потому что в иностранные я не так часто приходил. В основном в японские. В японской компании первое собеседование проходит с HR или с кадровиком по-нашему. Данный HR задает вам типичные вопросы по вашему резюме. То, какой у вас опыт работы, сколько вы там работали, есть ли у вас какие-то проекты, в которых вы участвовали. Есть ли у вас какие-то, например, достижения в вашей работе, ну и тому подобное. То есть на первом собеседовании в основном происходит отбор именно вот тех кандидатов, кто им подходит по данным критериям. HR может совершенно ничего не соображать в технической части и совершенно ничего не понимать в том, что вы ему будете объяснять там в деталях, как оно работает. На примере системного администрирования, если вы им скажете, что я вот работал, делал такой-то проект, и результатом моей работы стало увеличение быстродействия всей системы примерно на 20-30%, то она поймет или он. Но если же вы будете говорить на какие-то более углубленные детали про свою работу, скорее всего нет, не поймут. Иногда перед тем, как проводить собеседование, вам выдают определенный тест, например, который составлен этой компанией, либо же просто который скачан из интернета, ну и как бы они знают правильные ответы на эти вопросы и могут вас просто протестировать этим тестом. По факту это просто лишняя проверка, она ничего не дает совершенно, и если же вы, например, ну хорошо разбираетесь с теми своей работы и хорошо понимаете, что от вас хотят на данной работе, то пройти тест не составит труда. Но бывают тесты такие, знаете, там и психологические, и всякие такие, ну то есть они еще смотрят по психологическому портрету перед тем, как проводить собеседование. Бывают стресс-тесты, например, к вам выходят 5 человек, то есть сразу же, вот первое собеседование, вместо одного HR, там 5 человек вам приходят, и из группы разработки, и там главные инженеры, еще кто-то может подойти. И могут прям при собеседовании начать с вас спрашивать решение задачек на доске, ну в реальном времени, чтобы вы там быстренько решили что-то простое такое. Ну не сказать, что там будут вам какие-то более сложные задачи задавать, скажем так, может быть институтский курс, не более того. Так вот, еще помимо этого могут дать и более сложные тесты, это, например, на компьютере какие-либо там задачи написать, чтобы там скомпилировать, и чтобы оно сразу все работало. То есть это нужно уже потренироваться немного перед этим собеседованием. Но лучше уточнить у рекрутера перед тем, как идти на первое собеседование, об этом, о каком-либо тесте. Если там будет какой-то тест, то вы будете готовы к этому. Поэтому я вам советую больше информации спрашивать у своих рекрутинговых агентов перед тем, как идти на первое собеседование. Первое собеседование. Вот вы приехали, прошли тест, побеседовали, ответили на все вопросы. И далее вы обязательно должны задать три вопроса от себя о компании, о том, что вас интересует в данной компании, что вас интересует в данной работе. Ну то есть проявите свою заинтересованность к данной вакансии. Я думаю, это будет очень много значить для них, потому что данные компании как бы изначально ищут тех, кто заинтересован в их работе. Чтобы людям нравилась эта работа. Поэтому вам нужно выбрать и задавать именно такие вопросы. Если вас что-то интересует по профессии, конечно же, спрашивайте, если там есть технические специалисты, например, там и главный инженер, или ведущий инженер, или там какой-то из компании, ну из группы разработки, например, тим-лидер, да, к примеру, или менеджер проекта, то, конечно, спрашивайте, что вас интересует. Когда вы прошли первое собеседование, вас должны уведомить по почте или же по сам рекрутер обычно уведомляют, потому что напрямую компания не общается с соискателем. То есть все это происходит через рекрутингового агента. Они сообщают ему, он сообщает вам. Если вы прошли, вам говорят, что вы прошли первое собеседование, вас приглашают на второе, назначают день уже. Если же вы не прошли, то вам сообщают, что вы не прошли, и также сообщают причину, если она имеется. Ну, могут и без причины просто сказать, что нет. Далее, когда вы прошли уже первое собеседование и готовитесь ко второму, вам нужно учитывать следующие вещи, что второе собеседование будет более углубленное по тем вопросам, которые были на первом. Если же там вас спрашивали просто в целом о работе, то на втором собеседовании обычно приходят люди из того отдела, куда вы устраиваетесь. Например, если вы устраиваетесь в отдел разработки или же отдел проектирования, то к вам будут приходить на собеседование на второе люди из этого отдела и задавайте определенные вопросы, интересуясь вашей квалификацией по данному вопросу. Если же у вас есть уверенность в том, что вы потянете данную работу и у вас есть необходимые знания, умения и опыт, то лучше все равно подготовиться перед тем, как идти, почитать, вспомнить какие-либо вещи, те, которые вы делали до этого, чтобы знать и понимать все, что нужно ответить, и чтобы у вас не было никаких затыков на тему, что вот, ой, я что-то забыл, это так давно было, как она называется эта вещь, а вот какая технология у вас используется, какие методологии вы использовали. То есть вот это все дело лучше повторить заранее. Даже несмотря на то, что вы работу выполняли, например, 5-6-7, там, 10 лет назад, вам нужно все равно это все повторить. Вспомните, там, откройте, там, какие-либо записи свои, если у вас они есть. Ну, посмотрите, в общем, информацию в интернете, на крайняк поищите, там. Потому что второе собеседование – это основное собеседование, которое проводится именно тем отделом, который ищет свои ряды новых сотрудников. Поэтому во втором собеседовании нужно проявить как можно больше знаний и опыта, показать людям, что вы действительно, знаете, понимаете всю эту профессию, куда вы собираетесь устраиваться. Если вы прошли второе собеседование, то вас уведомят об этом по почте, либо же по телефону. Также уведомления приходят от рекордингового агента. И после этого, после этого вас уже приглашают на третье собеседование. Ну, то есть, когда вы уже прошли первые два собеседования, можно уже выдохнуть спокойно, скажем так, что вы уже практически приняты. Осталось дело за малым. Это пройти собеседование непосредственно с руководителем компании, либо же с главным управляющим, ну, или его заместителем в этой компании. Но когда вы приходите уже на третье собеседование, да, и повторюсь, что на все собеседования нужно приходить исключительно в деловом костюме, с галстуком желательно, резюме написано матруки желательно, чтобы оно было у вас в нескольких экземплярах, да, и расписано, то есть, все это подробно, там, все ваши проекты, все ваши достижения. И фотография обязательно должна быть наклеена, а не напечатана. Это обязательно все. Да, если вы приходите на третье собеседование, ну, оно уже как бы формальное, просто директор хочет познакомиться с тем, кто будет принят в компанию. И тут самое главное не ложануться и не наговорить там кучу всяких, ну, нелепых вопросов или ненужных вопросов. Кстати, вопросы также и на втором собеседовании, и на третьем собеседовании также нужно задавать. Минимум три. Поэтому подготовьтесь к этому. Вопросы могут быть такого плана. Например, на втором собеседовании вы будете беседовать с руководителем отдела разработок, соответственно, все вопросы должны быть по разработкам. На третьем собеседовании вы будете уже с директором или с его заместителем, соответственно, все вопросы должны касаться непосредственно планов компании, ее развития, ее дальнейших там целей, например, достижений каких-то, и также расширения. Ну, это вот я вам для примера привел, хотя сами смотрите, какие лучшие. И про эти вопросы, конечно же, лучше обеседовать с рекрутинговым агентом. И когда вы прошли третье собеседование, вам приходит уже ответ от рекрутингового агента, что все, поздравляю, вы прошли собеседование. Если в этот момент вы находитесь тоже на втором собеседовании или там тоже готовитесь к третьему собеседованию в другой компании, то можно сразу не отвечать, а можно сначала также закончить и второе вот эту компанию, собеседование пройти, и уже потом в зависимости от более выгодного предложения выбрать то, что вам больше подходит. Например, и по зарплате, и по условиям работы, и по каким-то соцпакетам, и, к примеру, бонусам. Поэтому, ну, самое главное не торопиться, а все грамотно сделать, все взвешено. И всегда консультируйтесь с рекрутинговым агентом, он вам всегда подскажет. Ну, если он грамотный, конечно. Есть компании, которые вообще не консультируют, но это, конечно, очень плохо. Для них самое главное продать, им вообще пофигу, как вы будете проходить собеседование, вот честно. Некоторые агенты приходят прямо непосредственно с вами в компании и проводят собеседование уже с вами, сидя. Но я считаю, такой подход не очень правильный, потому что они немного мешают. То есть, когда они приходят, то есть, ты уже чувствуешь в себе, как бы, ну, вот не то, что ты можешь общаться, то есть, спокойно, вот один на один с HR, а с тобой сидит, как бы, твой помощник. И, конечно, с одной стороны, если вы будете в чем-то лажать, он вам поможет, но если вы и так чувствуете в себе уверенность и можете пройти без рекрутера собеседование, то он будет только мешать. Поэтому, ну, тут как бы уже на ваше усмотрение. Итак, подведем итоги. Что нужно для собеседования? Первое – это зарегистрироваться на одном из рекрутинговых сайтов, которые я уже называл вначале. Это LinkedIn, Dijob и так далее. Написать два резюме, одно на английском, другое на японском, полностью подробно о всех своих проектах, о всем своем опыте работы и указать это в резюме. А также написать свои плюсы, свои положительные стороны, там минимум три плюса и минусы, там три минус. После этого подготовиться обязательно к первому собеседованию. Это досконально изучить весь план собеседования, все свои вопросы, ответы, подготовиться и рассказать о себе правильно и грамотно, без запинок. Обязательно используется Kego в собеседовании. Обычно, особенно с директором на третьем собеседовании. Будьте уважительны, не общайтесь на фуцукеи с ними. На маске еще можно общаться, но фуцукеи никак. И желательно все собеседования одевать костюм, все собеседования приходить бодрым, хорошо выспавшимся, подготовленным, с хорошо поставленной речью. Лучше потренироваться перед зеркалом или с какими-либо друзьями, или с теми же рекрутинговыми компаниями, куда вы обращались для поиска, чтобы искать работу. И еще одна вещь, что после того, когда вы уже получили приглашение на работу, обязательно посмотрите и прочитайте его внимательно. Про все условия, про зарплату, про отпуск, про какие-то надбавки, бонусы и все остальное. Это очень важно, потому что если вы вначале что-то упустите, то после этого уже сменить работу будет не так-то просто. Это я рассказываю для тех, кто хочет устроиться на постоянную работу. Конечно, по контракту все проще. На контракт на несколько месяцев, и после того, когда вы его оканчиваете, вы можете продолжить работать в этой компании, а можете сменить эту работу. Также вам нужно обязательно придумать хорошие вопросы для всех трех собеседований. То есть для первого, для второго и для третьего. Не забывайте это. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok